Привет, друзья! Сегодня с вами говорим про побочные эффекты сахара, алкоголя, как это все убрать. Соответственно, конечно, принять витамин В1, масло МСТ, выпить электролиты и воду, принять расторопшу, добавить больше в пищу жира и употреблять корицу. Она снижает уровень сахара в крови, плюс барбарис в виде пищевой добавки помогает, плюс бенфотиамин, плюс помогает калий, чтобы восполнить дефицит, который возник из-за сахара. И альфа-липолевая кислота тоже помогает, и кушайте клетчатку одновременно с употреблением сахара или сразу после него. Соответственно, эти вещи влияют на усвоение. И еще один момент, классная вещь, это расторопша. Расторопша влияет на состояние в принципе. И еще один момент, если вы принимаете метформин, то здесь нужно про B12 думать. И если вы принимаете статины, то B1 тоже важно принимать. Про антибиотиках важно принимать пробиотики. И вместо антицидов я бы рекомендовала бетаин, гидрохлорид, либо яблочный уксус. Это те вещи, которые вам помогут. Если вы кушаете хлеб, макароны, печенье, то вам важно будет восполнить минералы цинк, железо, йод, кальций, магний, марганец. И это субпродукты, мясо, рыба, моллюски. Это имеют эти вещи. И еще один момент, голодание тоже помогает справиться с побочными эффектами. Еще один момент, это конечно витамин B1. И серьезным образом это влияет на состояние. Могу сказать, что все вещи, связанные со стрессом после углеводов, вы увидите. Если вы переели, то яблочный уксус, корица, кстати, барбарис в виде пищевой добавки тоже работает. И интервальное голодание, я бы сказала, это ключ. Но если вы пьете какие-то антибиотики, не принимайте в этот момент пробиотики, потому что это та история, которая может не сработать. И да, порция листовой зелени вам будет помогать. Пишите вопросы, я отвечу. Могу сказать, что сахар, хлеб, алкоголь, это первые наркотики, которые легализированы сейчас в большом мире. И приводят к ужасным симптомам, которые серьезным образом влияют на состояние человека. Если вам полезны мои видеоролики, отметьте их лайком. Поделитесь тем, кому вы хотите помочь. И до новых встреч!